Подписчики нашего канала уже знают, как разобраться в линейках смартфонов Samsung, но вот глядя на название холодильника, мы в первую очередь обращаем внимание на набор букв и цифр, совершенно не понимая, что они означают. В этом видео я постараюсь прояснить ситуацию и расскажу, как разобраться и чем отличаются разные линейки холодильников от компании Samsung. На самом деле в каждой букве и цифре в названии зашифрованы те или иные характеристики устройства. Давайте разберемся в этом на примере модели RB37J5100SA. Samsung выпускает несколько типов рефрижераторов, о чем свидетельствуют первые две буквы в названии. RB – это холодильник с нижним расположением морозильной камеры, RT – с верхней, ARS и RF – холодильники с сайд бай сайд. Если к следующим двум цифрам добавить в конце ноль, то мы узнаем приблизительный общий объем холодильника. Буквы J или K указывают на год выхода линейки. В следующих четырех цифрах зашифрованы серия холодильника, расположение панели управления и тип ручек, наличие дополнительных опций – фреш-зона, винная и складная полка, а также класс энергопотребления. Последние буквы указывают на цвет устройства. Эта схема применима практически ко всем актуальным моделям 2015-го и 2016-го года. Их мы сегодня и рассмотрим более подробно. Холодильники с нижней морозильной камерой условно можно разделить на три группы. Модели с индексом RB30 и 33-3000 серии относятся к сравнительно недорогим. Их высота составляет 178 и 185 сантиметров. Объем холодильного отделения 213 и 230 литров соответственно. Внутри есть отделение для овощей и фруктов. В некоторых модификациях имеется нулевая зона или складная полка. Морозильная камера у обеих моделей одинаковая и имеет объем 98 литров. Холодильники RB37 5000 серии можно отнести к среднему ценовому сегменту. Их высота составляет уже 2 метра. За счет применения технологии Space Max объем холодильного отделения увеличился до 269 литров. Все модели оборудуются боксом для хранения овощей, нулевой зоной для мяса, а также технологией All-Around Cooling для более равномерного охлаждения камеры. Объем морозильного отделения 98 литров. Холодильники с индексами RB37, 38 и 41, 6000 и 7000 серии представляют уже премиум сегмент. Они выделяются более ярким дизайном. В некоторых моделях ручка имеет механизм легкого открытия и дополнена подсветкой. Высота у RB38 и RB41 193 и 201 сантиметр, а объем холодильного отделения составляет 254 и 280 литров соответственно. Внутри применяются практически все фирменные технологии. Одна из них Metal Cooling Plate, которая представляет собой металлическую пластину на задней стенке холодильного отделения. Она не только компенсирует потери холода после открытия дверцы, но и красиво смотрится. Отличительной чертой этих холодильников является увеличенный объем морозильной камеры. Теперь это ни много ни мало 130 литров. Раньше модели были представлены с индексами RL48 и RL55 корейской сборки. Но сейчас эти модели не выпускаются, поэтому останавливаться на них мы не будем. Холодильники Samsung с верхней морозильной камерой представлены широкими моделями с индексом RT-46. Их высота 183 см, ширина 70 см. Объем холодильного отделения составляет 345 литров, а морозильной камеры 111. Отличительной чертой этих рефрижераторов является технология Twin Cooling Plus. Она обеспечивает раздельное охлаждение камер без смешивания воздуха между ними, а также поддерживает влажность на уровне 70% для более длительной сохранности продуктов без обветривания. Кстати, морозильное отделение при необходимости можно перевести в режим охлаждения или полностью отключить за ненадобностью. Угольный фильтр с антибактериальным слоем впитывает сторонние запахи и препятствует распространению бактерий. Сегмент Side by Side представлен холодильниками RS-55, RS-57 и RF-905. Первые два имеют схожие габариты. Высота у них 179 см, ширина 91 см, а вот глубина немного отличается. У RS-55 она составляет 70 см, а у RS-57 – 75 см. Из-за этого есть и отличия в объемах камер. В обеих применяется технология Twin Cooling Plus, о ее преимуществах я рассказывала выше. Главные отличия между ними заключаются в дизайне. RS-57 изготовлен из металла, тогда как в RS-55 лицевые панели стеклянные. RF-905 – это самый большой и вместительный холодильник премиум-класса. Его высота 185 см, ширина 91 см и глубина 94 см. Объем холодильного отделения составляет целых 543 литра, а морозильных камер у него две – по 138 литров каждая. Одну из них можно перевести в режим охлаждения, использовать как нулевую зону или вовсе отключить, если в ней нет необходимости. Для поддержания заданной температуры в каждой из камер такого объема используется технология Triple Cooling и два компрессора. Панели выполнены из нержавеющей стали с лазерной гравировкой. Во всех холодильниках Samsung независимо от линейки и стоимости используются только инверторные компрессоры собственного производства. Обновленная система Volt Control обеспечивает бесперебойную работу устройства при напряжении от 115 до 300 вольт и выдерживает скачки напряжения до 400 вольт. А в качестве системы охлаждения и заморозки применяется технология Total No Frost. Разные типы холодильников Samsung производятся на заводах в разных странах. Рефрижераторы с нижним расположением камеры собираются в Польше, с верхней морозилкой в Китае и Таиланде, а холодильники сайд бай сайд производятся на заводах в Корее, Китае и Польше. Делитесь своим мнением о холодильниках Samsung в комментариях. Ставьте лайк, если эта информация была для вас полезна и не забывайте о подписке на канал. А также узнайте ответы на вопросы при выборе холодильника и как правильно установить холодильник и стиральную машину. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok